Из книги «Открытым оком», 26-й том, тема Лапкин книги, вопрос 3787. А вот если бы вы были на какой-нибудь должности, посмели бы выступать так, задевая все церковное начальство, вплоть до Папы и Патриарха. У священников и тоже есть возможность делать карьеру, перейти в более богатый приход. Вы бы так и засохли на нижней ступеньке, или они права? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Смотря что понимать под словом «карьера», я делаю все так, как подсказывает мне моя совесть и Бог через Писание. Считаю, что я завел знакомство с очень добрыми людьми в высших инстанциях и свободно могу приходить туда и ходатайствовать за других и за себя. Говорю о молитве. Мне очень близко знаком сам царь, и все мои просьбы практически уже выполнены. Если вы спросите, как обычно бывает, обо мне справляются у многолетнего настоятеля Покровского собора в городе Барнауле, справивший уже 50-летие служения на одном месте, отца Николая Войтовича, то он сразу же ответит, что я сектор, что я больной на голову, что я лежал в психиатрической больнице и прочее. В его глазах он уверен, что он сделал неплохую карьеру себе и сыну, тоже благочинному, и внучкам, уже сделавшимися матушками. А я так, просто душевно больной и гордый. И он это твердит уже не менее 40 лет. У него дом полная чаша, есть машина и прочие услады. У меня же ничего из этого нет, но у меня есть внутренний мир, довольство, любовь к друзьям и к врагам. А у него, может быть, напомнить еще, что ради карьеры в прошлые годы священникам приходилось не просто прогибаться перед уполномоченными, поставленными и истребить веру в народе, а быть в унижении и даже проповеди приносить к ним на утверждение. При карьере такое, где же вера, где упование на Христа, где свобода Духу Святого. Это же рабство Духа, волчий дух гробит истинных служителей Божьих, чтобы самому устоять, что и отразиться на лице. А впереди еще смерть и суд Божий, что с той карьеры, если на душе нет мира и всегда подозрительность к ближним, и тайный ропот на своих поработителей, которым боится сказать слово грозное и дающее, и извергам надежду на покаяние. У таких карьеристов нет ничего из этого арсенала, и даже обладая всеми связями, он отчаянно завидует мне, и потому клевещет по сегодняшний день, зная, что из всего им сказанного нет ни порошинки правды. Он даже не знает, что спрашивающий его обо мне потом ко мне же и приходит. Христос говорит, Иоанна 5,44, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете?» Лука 22,26. «А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий?» Твердили пастыри, что вреден и неразумен Галилей, но, как показывает время, кто неразумен, тот умней. «Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что верится Земля, но у него была семья. И он, садясь с женой в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, А между тем губил ее. За осознание планеты шел Галилей один на риск. «И стал великим он, вот это я понимаю, карьерист. Итак, да здравствует карьера, когда карьера такова. Как у Шекспира и пастыра, гаммера и толстого льва, зачем их грязью покрывали? Талант, талант, как ни клейми, забыты те, кто проклинали, но помнят тех, кого кляли. Все те, кто рвались в стратосферу, врачи, что гибли от холер. Вот эти делали карьеру. Я с их карьер беру пример. Я верю в их святую веру, их вера мужество мое. Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее. Евгений Евтушенко